Добрый день! В этом третьем ролике из цикла проектирования систем связи в MATLAB и Simulink я разберу несколько примеров, демонстрирующих легкость применения SDR в MATLAB и Simulink. Для начала несколько слов скажу о тех SDR, которые поддерживаются в MATLAB и Simulink. Во-первых, это USB приемник RTL-SDR, главным преимуществом которого является его цена. Также в MATLAB и Simulink поддерживаются USRP от Yetus Research, ну или от National Instruments. И самым серьезным SDR, который поддерживается в MATLAB и Simulink, являются SDRы на базе отладочных плат Splice Xilinx и приема передатчиками от Analog Devices. Сегодняшние демонстрации будут проводиться на наборе, который представлен на фотографии, основа которого является отладочная плата Z-Board, на которую установлен Xilinx Цинк, а также подключенный к этой плате транссивер от Analog Devices, который называется AD-FM-COMS-3, основой которого является чип AD-9361. Давайте теперь перейдем к демонстрациям. Для первой демонстрации я буду использовать вот такую рацию в Оки-Токи и уже описанный выше SDR. Еще раз скажу, что он состоит из платы Z-Board с Xilinx Цинк на борту и подключенный к нему RF-трансивер от Analog Devices с чипом AD-6391, который и осуществляет, собственно, RF-передачу и прием. Давайте я включу Z-Board. Пока он загружается, я покажу, что же делает данная модель. С помощью вот этого блока аудиогенератор я смогу подавать на транссивер либо сигнал синусоиды, либо LHM-сигнал, но это все в звуковом диапазоне, либо сигнал с моего микрофона. Далее этот сигнал проходит через обычный фильтр-интерполятор. Следующий блок выполняет амплитудную модуляцию и после этого сигнал заходит в подсистему передатчика, где с помощью блока SDR-трансивер мы будем подключаться к Z-Board и, соответственно, к RF-трансиверу для того, чтобы эти данные передать уже в эфир. Давайте я открою этот параметр этого блока. Здесь мы можем настраивать IP-адрес для того, чтобы подключаться по Ethernet. И основные настройки, такие как центральная частота, коэффициент усиления, вы можете здесь настраивать. Давайте запустим эту модель. Вот мы сейчас увидим, как на рации появится значок того, что начался прием сигнала. Вот, значок появился. И то, что я говорю, передается и в радиостанцию тоже. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Я поднесу ее поближе, чтобы вы могли тоже слышать. Давайте я ее поставлю вот здесь. И теперь переключу на другой источник сигнал, например, на синусоиду. Вот мы слышим один тон, который передается. Следующее, что я могу сделать, это сделать LCHM сигнал. Давайте я верну на микрофон. Вот, таким образом, с помощью SDR мы передаем живой сигнал через эфир на радиостанцию. Во второй демонстрации я покажу, как с помощью Simulink и SDR можно принимать сигнал Wi-Fi и разбирать основные служебные сообщения, которые в нем находятся. Вот, с помощью вот этого блока мы будем подключаться к нашей плате. Здесь мы видим IP-адрес, с помощью которого мы через Ethernet подключаемся. И основные настройки – это несущие частота, коэффициент усиления, частота дискретизации. В общем, здесь все эти параметры указываются в этом блоке. Вот, и далее сигнал будет поступать в подсистему ресивер, где в первую очередь мы будем производить фильтрацию. Далее здесь стоит блок ARU и частотная синхронизация. После того, как мы произвели частотную синхронизацию, нам необходимо с помощью блока коррелятора найти пик синхронизации между входным сигналом и синхронизирующей последовательностью, что вот в этой подсистеме производится. И дальше подается на MATLAB функцию, которая нам будет сдвигать, ну точнее высчитывать сдвиг между входным сигналом и последовательностью, которая использовалась для прямого расширения спектра. И вот в этой вот подсистеме у нас как раз будет производиться снятие этой расширяющей последовательности. И далее сигнал будет поступать на блоки, которые уже окончательно будут разбирать наш протокол. Вот здесь вот блок синхронизации пакета, блоки вычисления CRC. И мы при запуске данной модели будем сейчас все это контролировать, как происходит. Я специально на своем телефоне сейчас включил Wi-Fi, чтобы мы могли убедиться в работоспособности данной модели. Сеть, которая раздает мой телефон, называется iPhone Alexei. Давайте попробуем запустить эту модель и посмотреть, что у нас получится. Вот здесь мы видим, что синхронизатор пытается найти пик. И вот здесь появилось окошко, в котором продемонстрированы основные параметры моей сети. И здесь, наверное, я уже могу остановить сейчас моделирование. И вернуться к этому окошку. Ну, основной параметр, который нам необходимо посмотреть, это Sale ID. И здесь вот мы видим iPhone Alexei, то, что я и говорил. То есть сеть, которая раздается моим телефоном, была детектирована и были разобраны основные служебные сообщения в этой сети. Для третьего примера я перешел из Simulink в MATLAB и покажу, как с помощью скрипта MATLAB функции LTE System Toolbox и системных объектов мы можем подключиться к SDR, который мы рассматриваем, и принять сигнал LTE из эфира, детектировать основное служебное сообщение MIB, Master Information Block, который содержится в канале BCH. Давайте я пару слов скажу о скрипте. Вот здесь, в этой строчке мы создаем значение центральной частоты, которое соответствует сигналу BeLine в Москве. Далее мы создаем, так скажем, сердце нашего скрипта. Это системный объект SDR-RX, который и будет подключаться к нашему SDR. Здесь мы можем видеть, в принципе, те же настройки, что мы увидели в Simulink в диалоговом окне, когда открывали блок, допустим, ресивера или трансивера. Ну, в данном случае все это сдается с помощью команд в скрипте MATLAB. Вот далее мы создаем объект, также системный объект Spectrum Analyzer, для того, чтобы потом по исполнению скрипта увидеть спектр сигнала, который мы приняли. Далее мы задаем основные параметры LTE сигнала. В данном случае это частотное разделение дуплекса. Это нормальный тип циклического префикса. Ну и в данном цикле мы с помощью команды STEP и названия нашего системного объекта мы, собственно, подключаемся к SDR и выгружаем оттуда данные из эфира. Далее мы эти данные просматриваем с помощью системного объекта Spectrum Analyzer. Также с помощью команды STEP мы вызываем этот системный объект. И далее с помощью ряда функций, которые входят в LTE System Toolbox, такие как LTE Frequency Offset, LTE Frequency Correct, мы потихонечку начинаем двигаться по сигналу, который мы приняли, для того, чтобы разобрать наше служебное сообщение. Вот мы доходим до демодуляции с помощью функции LTE FDM Demodulator. Демодулируем наш сигнал. Ну и так далее двигаемся по скрипту. Ну и вот доходим до функции LTE MIB, которая помогает нам разобрать данный блок сообщений. Давайте я теперь запущу этот скрипт. Я открою командную строку побольше, чтобы мы сразу наблюдали, как исполняется этот скрипт. Вот сейчас происходит установление соединения с SDR. Вот мы видим спектр нашего сигнала. Давайте для начала посмотрим на спектр. Мы видим, что он вполне себе похож на тот спектр, который обычно мы привыкли видеть при приеме сигнала LTE. А вот здесь мы можем видеть трехмерную картину энергетической оценки канала, в котором мы находимся в данный момент. То есть мы видим, насколько неровный с точки зрения энергетики канал по отношению к поднесущим LTE сигнала. Соответственно, после такой оценки наш скрипт с помощью эквалайзера исправил эту картину для того, чтобы успешно детектировать сигнал. Ну и последнее, что мы здесь видим, это то, что был зафиксирован сдвиг частоты, который был компенсирован. Определен сейл-айди 53. И 4 мастер-информейшн-блок были разобраны. И в каждом подфрейме было зафиксировано значение CFI, которое необходимо для дальнейшего детектирования и разбора сообщений, которые содержатся в остальных частях частотно-временной ресурсной сетки. Вот мы видим, что у нас по номерам, по порядку были разобраны данные сообщения. Вот таким вот образом мы смогли использовать не только Simulink, но и системные объекты в MATLAB для того, чтобы работать с SDR и принимать или передавать сигналы в эфир. Если у вас возникли вопросы, можете обращаться к нам по указанным ссылкам. Спасибо.